Уважаемые коллеги, добрый день. Два вопроса обсудим. Первое – это ситуация в зоне СВО. Попрошу министра обороны очень коротко об этом сказать. Прямо вот то, что сейчас происходит на сегодняшний день, на данный момент времени. Первое. Второе – ситуация в зоне плесины израильского конфликта, ситуация в Газе. У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона, и ещё несколько разговоров намечено до конца дня. Пожалуйста, давайте начнём. Сергей Кужегович, прошу вас. Уважаемые коллеги, то, что сегодня происходит в зоне специальной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия. На всех направлениях практически не сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках, отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как и планировали украинские власти, летняя, теперь же осенняя. И ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха, существенного успеха достичь не удалось. То есть, на отдельных направлениях, по всей линии, там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена достаточно глубокая и глубоко эшелонированная оборона, или её можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понёс, если не сказать существенные, это большие, серьёзные потери в живой силе, либо техники, это сотни танков, это тысячи, больше тысячи, почти полторы тысячи боебронированных машин. И продолжая это дело делать, мы, естественно, на сегодняшний день продолжаем такие же активные действия на тех направлениях, где считаем необходимо улучшить наше положение. В целом, обстановка выглядит устойчиво, уверенно, войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позицию, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили. Хорошо. Сергей Алексеевич, мне важно мнение Министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, ну и всех коллег, которые здесь собрались, с учётом развивающейся ситуации, с учётом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причём как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население. Здесь встают вопросы гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом. Поэтому и в преддверии вот этих телефонных разговоров, да и вообще для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, конечно, просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации. А потом уже мы и по первому, и по второму вопросу поговорим более подробно. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания. Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождение в газу. Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Первоочередные не оказываются, ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются. Это все вызывает большую тревогу в мире. Российская Федерация предпринимает максимальные усилия в политической плоскости. Вы только что об этом сказали. В том числе по линии Совета Безопасности ООН, где нами внесен проект резолюции, сфокусированный на гуманитарных вопросах США, на которых главная ответственность за этот драматически тяжелый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать. Соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности препятствуют сейчас должному решению. Нарастает дипломатическая активность по разным линиям. В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока. Мы будем прилагать максимальные усилия в взаимодействии с партнерами-единомышленниками по политической линии, для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны наших граждан. Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамент ситуационно-кризисный центр во взаимодействии со всеми ведомствами. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое.